С самого начала увлекательного приключения не получилось. Встречу великий мастер в Великой Российской Ложи назначил не в тайном подземелье и где-нибудь на окраине города, а в санатории Алатау. И не в законспирированных палатах, а на лужайке, на виду у отдыхающих. И сразу стало понятно, легенд и мифов из репортажа не случится. Жертвоприношения нет. Как принято говорить, кто-то пьет кровь христианских младенцев и так далее. Ничего такого абсолютно нет. К сожалению, о ритуалах я говорить не могу, потому что у нас дается клятва. На открытие уже второй масонской ложи в Казахстане Андрей Богданов приезжает лично. Это что-то вроде посвящения более опытными начинающих единомышленников. Как происходит таинство, выпытать не удалось. Но говорят, все примерно так же, как на любом светском торжестве. Речи, назначения, грамоты. Затем праздничное застолье. Только у масонов это зовется Агапой. В первую очередь нас волнует духовность человека, философия человека. И то, чего мир на сегодня достиг, социальный мир, да... Завоевание социальное, да даже, образ говоря, права человека, это вообще мечты масонства 300 лет назад. Заглянуть на такой вечерок просвещения постороннему запрещено женщине. Тем более дискриминация на первый взгляд, но масоны не решаются идти против традиций, которые зародились 300 лет назад. Потому приходится довольствоваться скудными и довольно размытыми рассказами о том, чем же все-таки масоны занимаются на своих тайных собраниях. Не заговорили ли плетут? С заговорщиками-то у нас разговор короткий. Я могу сказать, что я масон открытый, в общем, но я не могу говорить о том, что происходит в ложе, и о своих братьях. Самый популярный масон Казахстана от того, что почти единственный из открывшихся, певец Иван Бреусов уверяет, что масоны абсолютно безобидны для общества. Это закрытый мужской клуб, где собираются единомышленники. Никаких убийств, ничего такого не происходит. Хотелось бы развеять вот тот миф, который в интернете часто довольно наблюдается, о том, что проводятся какие-то кровавые ритуалы и так далее. Ничего такого у нас нет. Масоны – это те люди, которые строят это общество, хотят построить лучшее будущее для тех людей, которые живут в этом обществе. Про свет, тепло и любовь мы уже слышали. А подробнее нельзя ли, с какой миссией открыли вторую ложу свободных каменщиков? Но Иван не унимается и отвечает на вопрос фразами из масонских справочников. Духовное, скажем так, просветление – это масонская работа, она, в общем-то, складывается изначально в самом человеке. То есть, когда человек начинает работать над собой, для того, чтобы улучшить это общество, нужно начать с себя, скажем так. Вот, в общем-то, чем я и занимаюсь. Все-таки это все-таки общие все фразы? Конечно. А что вы хотели от меня услышать еще? Клеты открываете? Нет, 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 я не уполномочен. Главный российский масон Андрей Богданов говорит, что, помимо прочего, современные свободные каменщики занимаются благотворительностью. Это входит в обязательный график. Каждая ложа занимается чем-то своим. Например, в городе Саранске у нас ложа шефствует над детским домом. Причем не только помогает финансово или еще что-то, а раз в две недели, в месяц братья вместе с семьями приезжают в детский дом. Особенно на праздники, там, Новый год или еще что-то, с подарками. И целый день проводят в этом детском доме с детьми. Кроме этого, увлекаются масоны наукой, искусством. Ну и, как в обычном, мужском коллективе могут вечерком в бильярд поиграть и даже выпить. В общем, все, как у людей. И семьи, и жены, которые иногда не без подозрения поджидают мужей масонов с очередных тайных посиделок. Наши жены, ну, жены братьев очень дружат, созваниваются, все друг друга знают. Если вдруг муж что-то запаздывает, то начинают обзванивать всех жен. А твой пришел, мой еще не пришел. Словом, ничто человеческое масонам не чуждо. Работают, растят детей, ездят на курорты и занимаются самосовершенствованием.